Долги одесситов за воду и канализацию превысили 120 миллионов гривен. Только жители Суворовского района недоплатили Инфосводоканалу более 9 миллионов гривен. Это вынуждает сотрудников прибегнуть к крайним мерам – тампонированию с помощью КРОТа. На сегодняшний день сложилась критическая ситуация с платежами за услуги водопользования. Поэтому филиал Инфосводоканал вынужден прибегнуть к воздействию по борьбе со злостными неплательщиками, используя современное устройство КРОТ. На этот раз канализация затампонирована жителю дома номер 125 на Днепропетровской дороге. С 2008 года он ни разу не оплатил за воду. Его долг составляет более 6 тысяч гривен. Мы неоднократно предупреждали абонента уведомлениями о задолженности, об ограничении услуги водоотведения. Абонент не отреагировал. КРОТ – это специальная технология, которая позволяет ограничить водоотведение для конкретной квартиры. На сегодняшний день на Суворовском районе работают три бригады КРОТа. Это район Слободка, Пересы, Плузановка и непосредственно поселок Котовского, которые отключают в день не менее 20 абонентов-должников. Чтобы возобновить водоотведение, должникам придется не только погасить долг, но и оплатить за работу КРОТа и затраты по снятию заглушки. Платить надо. Ну а как же, услуга есть услуга. Если пользуешься, платить надо, это непременно. Это вопрос, это уже даже не подлежит обговорке. Филиал Инфоксводоканала обращается к абонентам с просьбой не накапливать долги и оплачивать услуги водоотведения и водоснабжения вовремя и своевременно, потому что КРОТ знает каждого должника и вскоре к нему придет. Сообщать показатели водомеров необходимо с 20 по 25 число текущего месяца. И до 20 следующего месяца необходимо оплачивать за водопотребление и водоотведение в соответствии с квитанциями Инфокса или Герца. В таком случае не будет долгов, а значит КРОТ не будет вас искать.